Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сейчас буквально в нескольких предложениях обозначу, как нужно работать, чтобы выиграть суд об оспаривании исполнительского сбора. Это могут быть разные суммы, до нескольких сотен тысяч рублей, до нескольких миллионов рублей. Итак, аргумент номер один. Я не виноват. У меня нет вины в том, что я не смог в пятидневный срок выполнить требования пристава. У меня не было денег в банке, у меня не было недвижимости, активов, у меня всего этого не было. Пристав проверил? Проверил. Что-то нашел? Не нашел. Откуда взяться исполнению? Справедливо? Аргумент номер два. В пятидневный срок невозможно выполнить сколько-нибудь большие требования. Это невозможно. Ты не можешь продать дом, квартиру, там, участок, что-то еще, чтобы загасить в срок пять дней. Максимум, что ты можешь сделать, дать объявление. Надеюсь, мысли уловили. Третье. Может быть, у вас есть козырь в виде мирового соглашения с истцом. Мировое соглашение, заключенное на любой стадии процесса, в том числе на стадии исполнения судебного акта, освобождает от исполнительского сбора. Всегда. Плюс, иногда в судебных актах есть вполне конкретный способ выполнения, исполнения решения суда. И это четвертое основание. Всего этого в совокупности достаточно более чем, чтобы выиграть процесс по сбору. Если вы этого не можете сделать, значит, наверное, вы работаете не с тем. Либо ваше дело проигрышное. Одно из двух. Успехов. Субтитры создавал DimaTorzok